меню в элементар pro меня зовут федор васильев тема достаточно большая и давайте разбирать этот вопрос сначала вы должны определиться какой у вас сайт одностраничный это одна тема если у вас многостраничный то это уже другая тема и давайте разбирать многостраничный сайт прежде чем мы просто будем разбирать меню именно плагин меню отличный плагин на мой взгляд в элементы про мы должны проделать подготовку сейчас перед вами тестовый сайт и наглядный пример то есть небольшое меню с красивым эффектом меню второго уровня вложенности то есть при наведении у меня всплывать под пункты и даже 3 уровня специально показываю что элементар pro плагин способен на это сделать потрясающее меню но это только внешняя составляющая часть до того как мы вот выполним хоть какое-то меню нам нужно подготовиться и подготовка происходит а в админке самого wordpress элементарно вам надо расписать какие страницы у вас вообще будут на сайте скажем будем отталкиваться от моего примера например блок ведет на две рубрики ну или по другому категории то есть информация про wordpress и продвижок jumla это просто тест просто пример все что угодно здесь может быть вместо wordpress и jumla опять же технически надо понимать как будет себя вести пункт блок так как он является переходящей в другие пункты нужно ли дело что блок был кликабельным в данном случае видео мне никуда не ведет то есть это надо понимать это нужно знать как это сделать и это делается на стране wordpress не в плагине элемент или наоборот нужно чтобы он был кликабельным тогда тоже свои тонкости а уже внешней составляющей то есть вот как он сейчас выглядит например активный пункт меню то есть я нахожусь в рубрике wordpress и естественно он подсвечивается здесь более таким насыщенным цветом jumla он как бы имеет прозрачность но при наведении он тоже затемняется это все делается на стороне плагина элемента то есть плагин меню и давайте начнем подготовку самым первым делом нам нужно создать категории ну wordpress это называется рубрики то есть для многостраничного сайта я буду бегло пробегать потому что это немножко не элемент рда и об этом уже есть информация поэтому просто бегло пробегаюсь вам нужно перейти в записи и нажать рубрики есть по умолчанию без рубрики здесь вы просто создаете необходимые себе рубрики пишите название нажимаете добавить рубрику я написал название при желании можете задать описание нажимаю добавить рубрику и таким образом добавляйте по сути все категории для ваших страниц мне для примера хватит двух я создал jumla и wordpress теперь нам нужно поговорить про страницы какие страницы у вас должны быть на сайте естественно я сейчас не говорю про записи то есть это статьи элементарность думаю здесь каждый знает просто добавляет новую статью и дает ей нужную рубрику то есть какой рубрике относится та или иная статья мы переходим страницы здесь у меня есть главное это та страница вот где мы экспериментировали с вами предыдущих видео есть политика конфиденциальности это страница на по умолчанию здесь была wordpress у вас она тоже будет пример страницы тоже было ну на них мы не обращаем внимание мы сейчас создаем страницы те которые нам нужны скажем блок если мы не делаем его кликабельным то есть он просто ведет на другие страницы то есть я клику никуда не ведет для этого нам создавать страницу не нужно я покажу как ее реализовать именно ту страницу которая не кликабельна соответственно wordpress и jumla это у нас рубрики мы их уже создали но допустим у нас будут другие страницы например у нас где-то одиночная страница где будет какая-то информация если такая страница будет тогда мы нажимаем на страницах добавить новую просто как-то и называем у нас или контакты как угодно и нажимаем опубликовать теперь нам нужно сформировать меню это тоже делается на стороне wordpress то есть именно вот техническая сторона это не кликабельно эти при наведении пункты как это сделать кто знает конечно можете перемотать этот момент но я решил все-таки это объединить в одно видео чтобы это было как-то более целостно значит мы подготовительную работу сделали создали необходимое количество рубрик страниц это понятно дальше мы переходим с вами внешний вид меню мы составляем сейчас меню именно технически заставляем какие-то пункты меню чтобы они были при наведении какие-то пункты меню были не кликабельны это все делается вот здесь вот в меню перехожу в меню в моем случае главная страница пример страницы вот здесь вот у меня отображается но главное у меня есть страница просто в элемент рано не выводится здесь именно в за вывод меню вот прямо на сайте да это будет отвечать плагин который входит состав элемент рпро мы позже об этом поговорим сейчас именно техническая сторона что мы делаем смотрим в левую колонку вот есть у нас который мы только создали нам надо вот сюда его добавить мы кликаем у нас и нажимаем добавить меню все вот пункт меню у нас он появился здесь все он уже будет меню следующая задача пункт меню блок и нужно сделать ее не кликабельным и назначить wordpress и jumla страницу под пунктами к этому пункту меню блок для этого я нажимаю произвольная ссылка текст ссылки я пишу блок очень важный момент url удаляем здесь http и ставлю просто решетку добавить пункт меню вот то что здесь нет ссылки там решетка это пункт меню будет не кликабельным таких вы можете сделать сколько угодно теперь надо перенести сюда страницы wordpress и jumla причем это у нас не страницы это у нас рубрики вот они у нас рубрики здесь все рубрики кликаем и видим три рубрики без рубрики это рубрика по умолчанию wordpress и наши рубрики выделяем их добавить меню все теперь это как бы рубрика и пункты меню можно считать но они у нас будут все находиться главными пунктами вот jumla и wordpress надо сделать чтобы они были так сказать для них блог был родителям это делается очень легко просто зацепляем левой кнопкой мыши jumla и оттягиваем вправо вот видите я могу двигать этот пункт во-первых перемещать местами именно под блогом вправо вот видите как он здесь выглядит он немножко как бы отступает от края и это говорит о том что он теперь будет под блогом при наведении он будет уже всплывать то есть он уже под пунктом считается тоже самое делом с wordpressом причем вы можете будет оттянуть вот так и тогда wordpress уже будет под пунктом у jumla то есть jumla для него будет родителям то это это если нужно сделать вам например что то вот такое вот я возвращаю на место и если местами надо поменять просто вот так вот местами можно менять пункты все самое главное здесь не забыть нажать сохранить меню на кнопку естественно если мы с вами посмотрим сейчас на сайт обновим страницу на сайте мы не увидим потому что как я уже говорил надо добавить в элементы меню давайте теперь посмотрим я перейду страницы и перейду в главную в режим редактирования элементов просто покажу вам данное меню этот плагин меню относится к про версии элементар поэтому я сворачиваю базовые плагины чтобы нам не мешали вот про есть у нас на в меню мы можем просто перетащить вот так вот в нужную секцию меню там где вы хотите чтобы это было я вот это вот удалю и удалю колонку и удалю телефон например вот эту нас меню все смотрите даже в режиме редактирования вы это видите у нас блок и вот они под пункты то есть если я сейчас обновлюсь я обновляю страницу вот главное вот пример страницы вот он нас если я перейду здесь ничего нету потому что мы здесь ничего не делали вот блок смотрите я клику он не кликабельный и вот они под пункты у нас все работает перехожу на jumla я перехожу в рубрику но здесь у нас опять же ничего не настроено позже в следующих видео я покажу как с этими страницами работать то есть останется нам только лишь настроить составляющую внешнего вида меню там подвинуть его посередине например цвета поработать с анимацией так далее но этот вариант вам подойдет если вас только одна страница но мы уже сами сделали несколько страниц то есть это не якорное меню этом перехода поэтому есть вот такой момент один у нас что повторяется на всех страницах одинаковая вот не меняется как правило это шапка header и футер подвал так вот элемент про располагает очень удобной опции то есть это заготовленные шаблоны там мы можем заготовить меню сделать его одного вида и что потом очень быстро применять к вновь созданной странице уже готовы меню это можно сказать так некий фреймворк то есть вот эту шапку мы сделали то есть эта заготовка фреймворк для других страниц чтобы каждый раз нам как-то не за не создавать меню заново и это на самом деле очень удобно давайте познакомимся с шаблонами то есть получается отсюда меню я удаляю потому что лучше мы будем использовать с вами заготовлены хедер целиком не только меню а то есть в хедер может входить и логотип меню и там телефон и все что угодно например здесь у меня логотип меню и поиск поиск от элемента его тоже будем разбирать следующих видео находясь в консоли вы видите здесь такие шаблоны они появляются после того как мы установили сами элемент про здесь будут сохраненные шаблоны по папс это всплывающие окна builder но не переведено здесь но позже вы поймете здесь ничего сложного не добавить новые и рубрики в только не путайте здесь это рубрики и здесь рубрики здесь классические рубрики это по сути категории wordpress для разных статей именно в шаблонах рубрики это на самом деле тоже категория но только категория например чтобы если это нужно если у вас много шаблонов под разные нужно чтобы эти шаблоны можно было разбить по категориям именно шаблонной категории то есть это колоссальная разница что здесь и что здесь что вы это понимали и так вам просто можно кликнуть по шаблоном здесь я делал ранее в уроках страницу заглушки здесь поэтому он меня как шаблон есть то есть мы с вами уже касались этих шаблонов здесь вверху меню это на самом деле просто тоже разбиение на категории здесь будут сохраненные шаблоны сохраненные например страницы но это тоже скоро эта страница в секциях ничего нет потому что ничего не сохранили global виджет тоже ничего нет вы можете находиться на любой странице и нажать на кнопку добавить и нужный элемент он сам окажется здесь либо это глобальный виджет либо секция либо страниц нажимаем добавить новый его 10 внимание смотрите кликаем сюда что нам нужно выбрать то есть мы можем заготовленный шаблон сделал под страницы секции pop-up header это и есть шапка это то что нам нужно и сейчас мы будем этим пользоваться футур это подвал сайта то есть мы нам надо создать будет как минимум два шаблона это header и футур потому что на всех страницах как правило это всегда повторяется то есть внешний вид у них не меняется на всех страницах он идентичен сингл это развернутая статья то есть это тоже некий фреймворк если у вас везде статьи будут одинаковые здесь тоже можно создать заготовку архив это как правило страница анонсов на 100 на странице то есть получается вот если я перехожу wordpress здесь идут анонсы статей видите то есть не полные статьи то есть это может быть аватарка заголовок описание краткая и информация там кто сделал в какую дату это выложили статью к комментарии сколько смотреть урок это перейти во внутрь в статью то есть это вот она просто анонсы статей это по сути архивы то есть получается мы можем создать тоже заготовку для архивов причем эти заготовки могут быть разные для разных страниц скажем jumla вы видите у меня как выглядит здесь у меня это в две колонки а wordpress я сделал в одну колонку то есть это если нужно то можно сделать разный вид это также сделано шаблонами для разных страниц разные шаблоны значит я выбираю здесь хедер и название элементарно можно написать шапка шапка сайта или хедер нажимаем создать шаблон во первых нам показывается библиотека то есть мы можем воспользоваться готовой шапкой если это нам удобно или мы как-то торопимся или нам шапка очень понравилось то есть вы видите да прям реально шапкой здесь отсортирована именно по шапка мы можем здесь по сортировкам гулять и выбрать что-то другое если друг нам именно с этого окна мы передумали хотим например заняться футером кликаю по футуру отобразятся футеры да видите мы можем просто кликнуть вот на навожу мышь и вставить и я уже вставлю вот эту шапку нам останется только с ней поработать то есть изменить например цвета отредактировать под себя но я сразу не рекомендую использовать готовые варианты во первых вот мы можем его просмотреть картинка фотография вернуться назад это если вам любопытно вблизи посмотреть на шапку до логотип меню и поиск вот и если вы только учитесь лучше самому понять изнутри как это все работает и также кстати можно добавлять в избранное чтоб потом здесь была сортировка по избранным если вас очень много всего также можно здесь есть и поиск в этом окне здесь также видите блоки страницы то есть это уже готовые страницы целиком мы можем в один клик загрузить ее как она есть то есть вот как она выглядит здесь мы можем это загрузить и просто подарит отредактировать под себя это если нужно быстро собрать страницу вкладка мои шаблоны здесь будут находиться ваши шаблоны вы видите что здесь уже страницы и скоро страница заглушки которые мы с делали ранее вы также можете использовать да видите светится кнопка вставить то есть ее можно вставить в разные страницы также здесь есть импортировать шаблон то есть это прямо на компьютер и загрузить потом этот шаблон на другой сайт wordpress с использованием элементар дальше синхронизировать библиотеку если где-то это будет нужно я покажу а зачем это нужно сейчас вам это не нужно дальше просто сохранить сохранить как шаблон и крестик закрыть соответственно если мы делаем свой свой хедер и ничего здесь не выбираем мы просто кликаем на крестик закрыть все и мы с вами находимся сейчас в шаблоне то есть мы делаем все с нуля как мы это сделали раньше страницу также делаем и здесь например я перетаскиваю плагин внутренняя секция в эту область далее мне нужно определиться с колонками да ну то есть уже просто сейчас я быстро покажу вам именно с меню то есть мы будем с вами еще и поиск рассматривать поэтому сейчас я вижу внутренней секции и вон ту дальнюю то дальний вот мне не нужна я ее просто удаляю здесь я нажимаю по плюсу два раза то есть что получить просто три колонки и получается вот за эти линии оттяну чтобы уменьшить область вот здесь вот для логотипа но много здесь мне не нужно если что потом подправлю и вот здесь так тяну вот сюда чтобы уменьшить вот здесь вот место для меню плагин меню позже разберем и большую часть я оставляю для меню соответственно я могу прям сразу перейти в общую нашу секцию кликают по этим шестереночкам сразу я назначаю например ей цвет какой-нибудь нос синий возьму то есть как у меня в дыма примерно как у меня в дыма примере и просто я перехожу плагины опять нахожу меню вот здесь перетаскиваю сюда вы уже видите наше меню которым мы заранее подготовили она уже здесь готова детальный давайте настройки меню мы разберем в следующем видео чтобы не затягивать я просто быстренько сейчас накидаю шапку чтобы у вас в голове было общее понятие вообще как делается эти все шаблоны и в чем их не прелесть у нас сразу есть видите заготовленное лого логотип перетаскиваю сюда здесь у нас будет наш логотип логотипа сейчас нет я покажу вам позже где он загружается он автоматически здесь у нас в этой области он появится давайте меню на первом этапе хотя бы перейдем вот сюда в настройки хотя бы изменим стиль чтобы он не был таким темным его у нас совсем не видно то есть более детальные настройки именно вот этого плагина меню мы с вами рассмотрим позже то есть следующих видео просто сейчас я покажу именно что хотя бы какой-то вид уже у нас был вот есть кнопка normal состояние то есть в нормальном состоянии они у нас сейчас серые и вот здесь текст color я например сделано пускай они будут белые тогда вот оставим пока так и в последнюю нашу ячейку я перетащу плагин поиска также мы займемся это действительно интересный плагин гибкий поиска хорошо работает классно настраивается никаких вопросов там нет отдельный будет уроки этому посвящены допустим у нас с вами готова шапка то есть мы ее проработали все нам потом надо будет не забыть также посмотреть и настроить чтобы мобильная версия тоже была для нашего этого хедера допустим на первом этапе у нас все хорошо мы вот сделали как есть в нам это нравится дальше мы с вами нажимаем вот сюда на кнопку опубликовать или можем назвать сохранить черновик или сохранить как шаблон я нажимаю опубликовать у нас выскакивает вот такое вот огно у меня почему-то здесь не переведено на русский на самом деле здесь раньше был перевод возможно были какие-то обновления и новые русифицированные файлы возможно еще как бы не вышли сюда в обновлении но вообще русский здесь был здесь можно было бы добавить условия раньше ты был на русском было бы лучше понятно то есть исключить или включить а где отображать данный шаблон и таких условий можно добавить сколько нужно на эту заготовку или вот так вот удалить то есть получается если мы выбираем здесь с клут то есть исключить и здесь весь сайт здесь архивы и сингл естественно так как нам нужно с вами включить шапку на всех страницах то мы здесь не выбираем из клут мы оставляем вот этот верхний вариант и здесь оставляем вот этот пункт верхний сайт то есть сейчас у меня стоит отображать на всем сайте и когда мы здесь с этим разобрались я нажимаю сейф вот на эту кнопку все мы это с вами сохранили вот ура ваш хедер теперь видим если вдруг надо будет вам изменить условия отображения вашего хедера вы всегда можете это сделать то есть находясь здесь же в режиме редактирования здесь кликнуть по стрелочке дисплей конфигурацию и внести какие-то данные например исключить для каких-то страниц и нажать опять сейф теперь давайте посмотрим я выйду в консоль перейду в шаблоны после я нажму опубликованные то есть у нас два опубликован эта страница скоро и шапка сайта вот она у нас то есть здесь я могу или удалить или экспортировать или редактировать в элементар то есть если нужно шапочку вдруг как шаблон отредактировать вновь чтобы везде у нас изменения вступило именно в этой в этом шаблоне в этой шапке тогда нажимаем редактирует в элементах да то есть обычно это все так же выглядит как и просто мы с вами страницу редактировали вот я попадаю в редактирование а шаблона шапки сайта теперь самое интересно как шаблонами пользоваться когда у нас они готовы то есть например я редактирую страницу перехожу странице перехожу страницу у нас захожу редактировать в элемент что происходит у нас шапка сразу появляется вы это видите сейчас то есть она подставляется как хедер ко всем страницам потому что мы когда создавали и мы не задали никаких исключений поэтому эта шапка будет везде всегда на всех страницах я думаю для шапки это нормально то есть если вам вот этот заголовок не нужен вы просто скрывайте его здесь опубликовать перехожу на свою тестовую страницу перехожу у нас вот вы видите поиск меню и логотип ну сейчас он выглядит ужасно потому что я покажу в следующих видео как работает этот плагин логотип нужно логотип добавить и тогда он здесь автоматически появится думаю из этого видео более менее понятно как работать с меню а непосредственно как работать с шаблонами но это только первый урок про шаблоны у нас будет еще много уроков про шаблоны там много чего есть рассказать и если вас плагин элемент про заинтересовал вы можете купить его по ссылке в описании под этим видео таким образом поддержав меня на этом здесь все и увидимся следующих видео